добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сан гейтс начинает свою программу сегодня среда 24 августа и как всегда по средам в это время 12 часов дня в городе чикаго в москве 8 часов вечера мы ведем нашу программу прямую трансляцию и у нас на связи сергей савченко добрый руководитель добрый да у нас еще пока день у вас добрый вечер да а у кого-то уже ночь да и сергей савченко один из лучших торологов как мы выяснили уже давным-давно современности торолог с практически двадцатипятилетним старым практически так что вы считаете плюс минус там пара лет ерунда вот ну и наша программа сегодня вот посвящается таро да удивительно но раз это вот так сергей я вот что предлагаю во первых дорогие друзья наши уважаемые радиослушатели если вы хотите конечно задать свои вопросы в эфире после эфира вы можете это сделать если вы пойдете на наш сайт тройное w sun gates radio.com sun gates radio.com это skype sun gates 108 ну и программа наша записывается потом они выходят в youtube соответственным образом те люди которые подписаны в наши рассылки они получают эти программы уведомления и могут ознакомиться с нашими программами давайте мы сделаем вот как я хочу вас спросить и как всегда я хочу провести аналогию ну я совсем часто летал совсем чуть-чуть разбираюсь в нумерологии сегодня 24 число 2 плюс 4 это 6 24 аркана или продаю чего 2 плюс 4 мы покупаем или продаем от этого зависит сумма мы я даже не знаю как вам ответить на этот вопрос покупаем или продаем как ты я вот складываю у меня получается даже без оглядки на то что мы с этим с числом делаем так вот я хотел бы провести аналогию между числом 6 который интерпретируется как-то вот мне ближе ведическая нумерология это символизируется в отличие от астрологии нумерологии допустим современной это символизирует число 6 что и есть венера причем интересно что венера это планета красоты это планета влюбленности естественно до камень неожиданно венерианский камень это бриллиант который является как мы знаем лучшим подарок для девушек бриллианты да как поется в одной известной песни лучшие друзья девушек это бриллиант ну да ну это все это все связано с красотой и влюбленность естественно пуша венера это покровитель влюбленных хотя с другой стороны но мы к этому вернемся чуть попозже так вот я хотел разбираю 6 аркан 2 плюс 4 это 6 а двойка это вообще-то говоря луна и что самое интересное четверка это тоже связано с луной но это еще раз ведическая нумерология а четверка это то есть такие лунные узлы они эти лунные узлы южные и северный узел и вот северный узел луны это как раз цифра 4 очень непонятная такая ну так сказать планета ее качество похоже на планету уран западной нумерологии мы к этому может быть чуть дальше вернемся вот я хотел вас попросить сергей проанализировать карту аркан 6 аркан что в общем то означает влюбленная правильно и как раз в принципе соответствует да соответствует число шестерка вот как-то мне это интересно интерпретации похожи во всех картах во всех колодах во всех скажем последователя определенных традиций как с вашей точки зрения трактуется шестерка но вот в вашей школе и в каких-то других традициях скажите так вот у нас все ходы записаны я для каждой карты сделал такую майн карту не знаю видно нет ну немножко отсвечивает но но видно карта черно-белого это старая майн карта я уже сделал новые майн карты и у меня здесь записано куча всего что так или иначе относится но я начну издалека да как в старом анекдоте прежде чем рассказать о франции я расскажу ее ближайшем соседи торговом партнере государстве китае потому что про франции ничего не знаю я не вижу никакой связи между нумерологией таро это может быть немножко кроме звучит но именно так почему потому что я свое время решил заняться нумерологии все пишут что вот число 6 карта 6 нам все шестерки все попадаются соответствует я стал считать во-первых вся нумерология так или иначе восходит к этому пифагору пифагор не осталось ни единой строки записанной собственноручно просто не единой все что приписывается пифагору было написано учениками они сохраняли анонимность и не считали что имя пифагора важнее чем их собственные имена поэтому ему все это дело приписывали во вторых то что вот сегодняшняя нумерология существует она никаким образом не стыкуется с древнегреческой нумерологией просто в принципе не стыкуется то есть сегодня сегодняшняя нумерология это некий упрощенный гороскоп то есть вот мы числа посчитали вас вот такое то вот как будто вы близнец да то что то же самое вот у вас число 6 значит вы там тырым-пырым такой-то секунд это мягко говоря странно выглядит это странно звучит получается что все люди родившиеся в один день они одинаковые я знал людей которые родились не просто в один день нас интервал в 10 минут насколько у них разная судьба это на перу описать мне сказки сказать ну ладно бог с ним давайте мы посмотрим на карту влюбленные первое счет можно начать но это после такая у меня остановите потому что я не вам долго говорить карту очень вы знаете я тоже могу стать очень долго говорить да но если уже так скажем вы сами реплику такую сделали то я хочу даже вторя вам сказать о том что мы до нумерология на западе это действительно пифагорская нумерология действительно пифагор ничего не действительно не оставил все ученики он все рассказывал так сказать из головы дело в том что физическая нумерология но все все когда-то возникает раньше и опять же мы знаем только то что мы знаем то что мы где-то прочитали где-то мы описаны и наши циклы не позволяет нам заглянуть гораздо дальше в историю там скажем на тысячи на тысячи еще ладно позволяет где-то это описывается а вот на скажем 100 тысяч лет не позволяет нет таких описаний так вот ведическая нумерология она это единственная из астрологии хиромантии и там психологии вот нумерология действительно не осталось вообще ничего то есть отдельно отдельные какие-то вот трактаты может быть остались кусочки остались да это было как бы задолго раньше так как я лично считаю что восточная астрология она все-таки появилась раньше я был в индии я там скажем есть какие-то там доказательства и они вас завербовали не 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 боже упаси я отношусь очень нейтрально как абсолютно ко всем конфессиям ко всем подходом тем более что находясь в данном случае мы ведем программы и кстати надо сделать ремарку что руководство ради и все то что с этим сейчас не всегда согласны с мнением гостей в эфире даже таким уважаемым человеком как сергей соли может и не несет никакой ответственности за сказанное вот это правильно мы просто так сказать беседуем да поэтому в этом плане я с вами согласен тут есть много нюансов но вот карта она по-разному изображается аркана в разность минимум два варианта изображения там где один дяденька и две тетеньки и там где один дяденька и одна тетенька с двумя тетеньками мне нравится больше больше потому что наводит сразу на какие-то некоторые размышления в современном обществе современного общества давайте проговорим про греков начали про фигуру про пифагора про пифагора и продолжим вот такой философ продик если ничего не путаю я конечно небольшой знатогрейской философии был такой философ продик и он описал некий такой мысленный эксперимент то представьте себе иракл иракл идет и вдруг видит двух богин афину и афродита и афродита мое игрок и пойдем гухнем отдохнем нормально проведем время короче кайфанем афина говорит иракл не слушай эту дуру распутную бестолковую давай иди у тебя долг надо убить там 100 чудовищ давай вот и дубина копьё там давай иди занимайся делом то есть выбор между долгом и между удовольствием между тем что я хочу сделать вот и между тем что я должен сделать вот это тема выбора так описал и потом эту тему тиражировали то множество картин средневеков я не помню авторов я просто находила поэтому две тетеньки это интереснее чем одна тетенька порог и добродетель на некоторых правда в сюжетах начинаешь с лупой там разглядывать средневековые эти карты и там вроде как одна постарше одну помладше то ли мать и жена то ли мать и сестра то ли значит то ли главная жена и второстепенная и второстепенная жена там жена помощница тут непонятно и сверху ангел с луком носить и только ты ошибся он тебе бац и пристрелил то есть выбираете ввиду купидона да не подписано то есть мы можем так сказать да ангел с луками бах и готов то есть вот такой интересный момент и в некоторых французских второй колодок и называли развилка развилка перекресток и вот ты попадаешь на этот перекресток на перекресток морального нравственного выбора и вот что ты будешь выбирать что ты предпочтешь порог или добродетель в чем проблема я ведь не знаю что является порогом а что является добродетелем я легко могу ошибиться я могу принять порог за забрать за добродетель а добродетель за порог и я узнаю последствия своего выбора только после того как его сделать вот это самая большая подляда. Я, конечно, ищу, я там сверяюсь со священными книгами, я кого-то расспрашиваю, как ты думаешь, вот это порог, это... Ну, ты хрена, не знаю, смотришь, вот кто, вот блондинки порог или брунетки порог, как вы думаете? А кто их знает? Все порог. Все. Угодья. Обе, да. Это вот... А Уэйт, когда нарисовал только мальчика и девочку, он снял проблему выбора и он перевел это в тему греха. То есть, там изображена сцена в райском саду, когда вот Адам и Йора сажали плод с дерева познания, говорят, что яблоко. Ну, на самом деле, плод с дерева познания. Какой там плод? Инжир, яблоко, еще там какое-то, ананас, может быть. Ананас, правда, трава, не плод. Не знаю. И Бог им сказал, что извините, кто жрет мои плоды, тот идет гулять из моего сада вот туда. Печально. Печальная история. Вот. Это то, что касается чисто сюжетного момента. Но в этой карте вообще много всего. Да, она действительно находится под покровительством Венеры. Венера отвечает за жизнь. Но если мы с вами посмотрим на эту карту с точки зрения алхимии, алхимия, вернее, не на карту, а на жизнь с точки зрения алхимии, это горение. Чему в нашем организме соответствует горение? Двум процессам. Алхимическим, очень важным. Гниению и брожение. То есть, наш процесс жизни это постоянный процесс окисления. То есть, мы жрем, окисляем, у нас выделяется энергией, мы перерабатываем, за счет этого мы бьем, но фактически это два процесса. Гниение и брожение. Да? Или нет? Ну, можно так сказать. Я, правда, так как-то, в общем-то, и не думал. Да. Я тоже не думал. Жизнь. Я тоже не думал об этом. Пока не стал читать. Так вот, в алхимии Венера как раз отвечает за эти два процесса. За гниение, изображение. Именно она сбраживает. Именно она порождает вот эту новую жизнь. И она же ее убивает путем вот этого гниения. Кроме того, что Венера очень такая возвышенная, приподнятая, эмоциональная. Она ведь очень материальная. Она очень телец, да? То есть, он же там на прямой стене и Венера связан. Вы... Давайте я немножечко вклянусь. У нас все-таки беседа. Это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям. Это не театр одного актера. Вот такой формат программы. Это у нас беседа. Это интереснее всегда, потому что интервью... Мы пойдем на сайт Сергея Изашникова, где он будет рассказывать, его никто не прерывает. Он все трактовку дает свою. И все. А никаких других нету, поскольку это подход как раз-таки русской школы Таро. Ну, как и, в общем-то, не только русской школы Таро. Мы даем то, что мы знаем. Вот, когда мы говорим о Венере, мне просто это навело на мысль о том, что в мифологии, вот ведической, если можно назвать это мифология, есть два учителя. Венеры, то есть все планеты, они мужского рода. И вот Венера, он, и Юпитер, он. Ну, Юпитер, понятно, а Венера все-таки оканчивается, но тем не менее это он. Так вот, Юпитер – это покровитель богов, их называют девоты, а Венера – покровитель демонов, их называют асурой. В чем разница между девотами и асурами, демонами и полубогами? То есть полубоги или боги, они как бы считаются, что человек – это божественное сознание. И мы стремимся вверх, мы стремимся к какому-то духовному там совершенству. А вот асуры, они только материальные какие-то, все эти вещи, они стремятся к как раз наслаждениям материальным. Вот они хотят попасть, выпить, там есть такой напиток, Сома-Рас, они хотят попасть на Раские планеты, где этот напиток, он дает практически бессмертие. И вот постоянно идет борьба добродетелей, вот этих девотов, и вот этих низменных каких-то чувств, которые, ну асуры по определению, демоны, они по определению вот такие, они хотят просто наслаждаться, и только вот они, самое главное, все остальные до лампочки. То есть нету соул, как душа, нет такого понятия, что любовь – это только вот в душе. Поэтому это как раз то, что тоже соответствует. Видите? Венера. Есть еще один интересный момент про асуры Аудео. Когда арии вторгались в Индию, они там прошли, ну есть разные варианты, как они прошли, один из вариантов, что они прошли через Кавказ. Да. И после этого они разделились. Часть пошла в Индию, а часть пошла в Персию. Иран. И вот, пока они шли, они все перепутали. Если у индусов дэвы хорошие, а асуры плохие, то у иранцев или персов все было наоборот. Дэвы, да, вот эти джинны, которых мы знаем, это как раз плохие, а асуры хорошие. Ну, да, вот возьмем старика Хаттабыча. Он был джинн, он вроде бы был хороший, он помогал, но он выбрал. И, кстати, вот потомки ариев, которые осели на Кавказе, это вот эти народности, которых никогда не победит. Ариев невозможно победить, они всегда будут защищать всех и всяких. Всех возможно победить, это просто вопрос технологический и ресурсный. Ну, они будут сражаться, победить можно, покорить как бы, да, действительно, но они никогда не будут, они всегда будут сопротивляться. Купить и споить. Купить, а, ну, это вопрос другой, да. Купить и споить, да. Как обычно это делать. Такой вариант возможен, да. Ну, хорошо, продолжим тогда. Да. Так вот, про жизнь мы сказали, да. Второй момент, это эмоции. Эмоции. Обычно влюбленных понимают, как позитивные эмоции. Я думаю, что здесь важнее слово не позитивное, а слово сильное. Эта карта указывает в первую очередь на сильные эмоции. Это не только позитивное, это не только любовь. Конечно. Это гнев, это ненависть, это любовь. То есть, вот есть нормальное положение, а есть пиковое, что вверх, что вниз, неважно. Вот эта карта указывает на сильные эмоции. Мы просто привыкли чаще ее рассматривать как позитив. Вот в этом плане две девушки лучше, чем одна девушка, потому что одна порог, одна добродетель. Одна плюс, а одна-то минус. И вот здесь мы видим разницу этих эмоций. Она указывает на связи, на связи между людьми, основанные на симпатии и антипатии. Это дружба, это приязнь, это любовь, это родственные отношения. Причем, часто нельзя понять, речь идет о родственных отношениях или о дружеских отношениях. То есть, друзья не разлей вода. Вот это как понимать? Это уже братья или еще не братья, или это лучше, чем братья. Потому что с братом ты там дерешься, делишь деньги, а с другом ну все там супер, все делите. И она обозначает все связи. В чем проблема бывает, когда тебе задают вопрос, есть ли у моего мужа любовница, то карта может указать, что у него действительно есть много связей с женщинами. Но это не обязательно сексуальные связи. Хотя секс тоже входит в эту карту и не разотечает за секс. О какой связи идет речь? Вот у меня есть секретарь, у меня есть парикмахер, у меня есть маникюрша, у меня есть массажистка. Я с ними всеми провожу достаточно много времени и с массажисткой. У меня разделся, на меня мастеруют. У меня есть связь или нет? Прямая. Пожалуйста, да. То есть, есть женщина в моей жизни, которая кроме жены? Да, есть. Она имеет доступ к моему телу? Да, имеет. То есть, очень сложно определить. Непросто, да, непростая ситуация. Но, вот, если мы плохо работаем, мы только увидели, ой, да, конечно, у него там столько женщин, все, да, у него действительно столько женщин. Вопрос так, какие у него отношения? И у него действительно есть симпатия ко всем этим женщинам, но это не значит, что он с ними спит, что это обязательно любовница. Это всего лишь один из вариантов. И этот момент надо учитывать. Когда у Андрея Миронова спросили, а как вы относитесь к женщинам, он сказал, ну, я стараюсь как-то в этом вопросе быть шире. Каким? Шире, да. Шире. Да, это хороший подход. Вот, Венера, вернее, не Венера, карты влюбленной имеет и календарный период. Цветение, Бельтайн, Лита. Время, когда богиня входит в самый сок. Когда девочка превращается в девушку, когда бог начинает за ней ухаживать, когда жизнь вот сама зарождается, начинает все там свисти, колоситься и все такое проще. Когда природа оживала уже. Мы видим вот такой очень хороший, очень позитивный период, очень радостный. Ну, то есть, надежды на лето, каникулы, как у всех у нас там, по крайней мере, в России. Но не всегда, к сожалению, это все исполняется. Но у меня есть масса других моментов. Это сладкий, например. Это медь от Металл Венера. Ну, и много других значений. Сергей, как насчет того? Ну, это, конечно, вопрос достаточно сложный. Если мы уйдем туда в библейский этот сюжет и с чего все началось, ну, на самом деле, же не началось с этого, это так трактует Библия, опять же, так это до нас донесли. Есть другая интерпретация, я, скажем, там, ну, долго рассказывать эту всю историю, как это все, ведический трактат, как это все происходило. Ну, допустим, когда речь идет, на знаменем плане у нас стоит дерево, на нем висят плоды. Это не значит, вы не ешьте плоды из моего дерева, а раз вы съели, значит, тогда вон из моего Эдема. А это дерево познания. Так вот, если это дерево познания, тогда, да, любовь присутствует, поскольку мужчина и женщина, это все понятно. Но ведь можно трактовать о том, что изначально имелось в виду, опять же, есть много вариантов о том, что вкусивший этот плод с этого древа познания, человек получил возможность каким-то знанием. И это не чистая, никакая любовь, это просто знание. Можно ли так трактовать? Кажется, нет этого. Да, этого нет. Но, тем не менее, все-таки считается, что это древо познания. Это мы знаем. Это описывается в Библии. Где здесь тогда познание того, что... Ну, это же эвфемизм. В той же Библии, да, в той же Библии написано. И он познал ее, то есть он с ней переспал. Все. Никаких других вариантов не предусматривается. Извините, это трактуется. Библия, как мы знаем, переписывалась много раз. Кто скажет нам, что мы читали эту Библию в оригинале? У нас есть синодальная, как он называется, синодальная или как-то там перевод. То есть перевод, утвержденный высшими иерархами церкви. По крайней мере, православной. У нас нет другого авторитета. Ну, да, конечно. У нас нет другого авторитета. Нет Бога, кроме Бога, но дальше мы знаем. И Бог пророк его. Да, да, тот самый. Так, все-таки, то есть нету, нету понятия такого о том, что интерпретация карты. Есть специальная карта, которая означает познание, как процесс именно понимания, узнавания, исследования, изучения. Это карта отшельник. Она не имеет ничего общего с картой этого самого, с картой влюбленной. Влюбленная это эмоции, это сердце, это вот здесь. Отшельник, это вот здесь, это в голове. Мы можем все смешать. Карты, штуки такие большие, они практически резиновые, безразмерные. Туда можно запихать все, что ты хочешь, туда можно запихать. Вопрос только, как потом с этим работать. Я видел вот картинку швейцарский нож такой, ну пародия, там наверное сто лезвий, и отверточка, и то, и то, и то, и все. То есть, а как с ним пользоваться? Его в руке невозможно держать. Это чисто сувенирный продукт. Если мы в какой-то момент не ограничим себя, если мы начнем расширять карту до беспредела, у нас будет беспредел. Мы просто не сможем ей пользоваться. Поэтому мы ограничиваем. Любленные эмоции. Все, ставим точку. Отшельник, познание, мудрость. Ставим точку. И здесь они не пересекаются. И нет смысла их объединять в единую эмоцию. Ну вот скажем, второе, Кроули, Тото, это еще алхимия вселенной, это все-таки познание, и это все-таки, как мне кажется, противоречие. Второе, Тото, это отдельный диалект, отдельная схема, отдельная структура, которую надо изучать отдельно. Если мы говорим о Таро Тото, мы должны работать с Таро Тото. Если мы говорим о Таро Уэйта, а я говорю о Таро Уэйта, мы работаем с Таро Уэйта. Но вы знаете все-таки Таро Тото тоже. Если мы начинаем перемешивать, да, у нас получается бордельера, ничего другого не получится. Ну то есть, ну кто-то работает с Таро Тото, мы же понимаем, да? Геометрия и алгебра, они сделаны для разного, по-разному, несмотря на то, что они обе части математики. Химия и алхимия? Нет. Нет? Нет. Физхимия и, там, скажем, органика и неорганика. Органическая неорганическая. Да. Это вот так выточнее. То есть, они сделаны под разные задачи. Хорошо. Тогда, скажите, вот какие-то, скажем, у вас много было людей, которые к вам приходили, и какие были интересные моменты, связанные именно с картой влюбленности, которые, поскольку действительно есть очень много противоречия и очень много действительно разночтений. Было одно гадание, было ужасное. Я не мог понять, вот она выпадает, эта карта ключевая, я не могу понять, в чем дело просто. Вообще. Я, ну, знакомый был, я говорю, так, иди домой, я буду рыться в своих книгах, искать, что, как я тебе позвоню. Я, наверное, пару дней провел за столом, перебирал все значения, думал над тем, как это может быть, и я нашел значение, которое не упоминалось нигде больше. Расплата за грядущее. Расплата за грядущее. То есть, то, чего еще не произошло? Да. Я потом вспомнил, был такой рассказ Ульям Тен, фантастика, с рукаванцем. То есть, обычно как происходит? Сперва вы кого-то убиваете, потом вас садят в тюрьму. Здесь все наоборот. Вы отсидели в тюрьме, выходите, и вы имеете право кого-то убить. Было такое, я тоже читал, да. Да. И вот здесь получается точно так же. То есть, вы, вот этот ангел, который у нас там парит, который нас наказывает за наш неправильный выбор, вот, как будто ты выиграл лотерею, такую странную вещь. То есть, ты сейчас пострадаешь, но потом тебе спишется некое прегрешение. Мужик на меня смотрит, говорит, так я не собираюсь ничего такого делать. Ну, он законопослушный человек, там, не изменяет свои жизни, и все такое. Я говорю, проблема не в том, что ты собираешься или нет, проблема в том, что сейчас у тебя будут проблемы, ты с ними справишься, а потом у тебя будет возможно сделать некое правонарушение. То есть, ты пока еще об этом не знаешь? Ты можешь его вообще никогда не сделать, потому что это противно твоей природе, но у тебя есть такое право. У тебя есть выбор. Он будет выбор. Нет, у тебя не будет выбора, у тебя будет возможность. Ну, хорошо, уже делать, не делать, это твое. Вопрос будет возможно, сейчас еще такая возможность. Сейчас нет, сейчас у тебя будут проблемы, сейчас ты испытаешь там некие трудности. А он там, ну, собирался некое дело сделать, он говорит, это был ад, мы еле-еле довели до конца, это все но я конечно его потом не спрашивал сделано это правонарушение или нет но сама идея была такая это было самое удивительное гадание с этой карты но еще одно забавное гадание ко мне пришел мой товарищ врач не просто врач главврач больницы погадай давай чем проблема у жены гайморит мы запутались идем к одному врачу делать операции идем ко второму говорят не вздумайте невозможно там ничего делать это начинаю раскладывать и падает шестая карта меня до бензоболевание бензоболевание нет никаких пензоболевания нет орел тебя и туми они и не было никогда и ничего нет ну раскладывал раскладывал ну все равно шестая карта во всех раскладах присутствует я не знаю как тебе это сказать у него падает как пензоболевание я не могу по другому и прочитать ищи он мне позвонил через неделю и говорит ты знаешь как нашли мы стали думать она тоже врач стали думать гормоны гормона прошли курс гормонального лечения гайморит ушел что значит гормоны дисбаланс был или климакс то есть она переживала климакс и каким-то образом у нее это отразилось на гайморите они прошли гормональное лечение и ушел гайморит а какая себя все-таки с этой карты они при не понял вензоболевания нервы венерические заболевания гормоны гормоны как обеспечивающие жизнь то есть это еще и гормоны эта карта интернет а я себе потом записал свой поминальничек значение что в том числе гормоны а было ли скажем вашей практике вот предупреждение ну чего-то вот как в первом случае то что вы рассказали скажем наказание потом уже проступок было ли что то что вы человек приходит вам и вы его наоборот предупреждаете в связанные там допустим с этой картой о том что чтобы что-то вот я таких не помню вот два самых запомнившиеся мне случая с этой карты это вот такие чаще всего это бывает обычная ситуация когда любит не любит выпадает эта карта да любит хорошо относится не значит что любит только тебя еще будет любить тебя вечно вот или ситуации там бизнес какой-нибудь выпадаете влюбленные если сам бизнес не связан с продажей эмоций с манипулированием эмоциями созданием этих эмоций то лишь вы не думаете головой чем вы думаете я не знаю но то что вы думаете не головой это факт слишком много эмоций слишком мало разума ну то есть переели веселились почитали прослезились сейчас все хорошо сейчас у вас эйфория вы подумайте что у вас будет завтра и через месяц как вы будете отдавать кредиты которые взяли и как вы будете рассчитываться с работниками которых наняли всем остальным потому что вот у меня по картам слишком много эмоций банальные такие ответы стандартные у нас прошло одно мероприятие и это мероприятие завершилось в это воскресенье это был ну такое экспо двухдневная мы ожидали что-то не получилось то чего мы к примеру ожидали вопрос такой почему в чем причина того что не получилось это первое и есть ли второй вопрос вытекающий из первого если смысл вообще-то продолжать если не секрет а что не получилось ну если это можно сказать ну когда мы приходим туда на экспо и тратим деньги платим за это место потому что это место стоит больше тысячи долларов и это все как бы надо каким-то образом возвращать у вас самого есть какая-то версия еще раз есть субъективные причины у нас есть установка очень серьезная ну мозг отлечит таких установок было еще несколько есть другая субъективная причина мы находились в углу нас не было как бы видно ну а может быть не настрой какой-то то есть не знаю хотя ожидания были настроить то первое чем я подумал и косвенное подтверждение картах я этому нашел как будто вы через силу это делами ну да было решение скажем взять вот это называется бут вот это так скажем место это купить это место а потом раз его выкуплено значит надо уже как-то делать то есть как бы обязаловка такая идет а творческого процесса нет значит что у меня получилось по картам у вас прошло максимально хорошо из того как могло пройти даже так могло быть еще хуже могу быть еще хуже да было мало людей было не с вашей стороны со стороны организаторов достаточно хорошая реклама то есть проблема не в том что вы накосячили проблема в том что организаторы они не столько хотели пригласить людей сколько продать места 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 не продали люди уже но вторичка то есть придут хорошо не придут больше знаете вот это то что мне больше всего не нравится когда мотивация она идет в одну сторону то есть в ущерб в ущерб и то есть мы хотим что-то кому-то продать а причем мы там это мы хотим хотят ли они у нас это купить дорогие друзья которые были с нами которые будут с нами вам большое спасибо за внимание за участие за то что вы смотрите наши программы ну а сергей сапченко отдельное спасибо а а а а а а а